Я веду очень разные темы, не очень разные темы, а очень по-разному. И поэтому мне на самом деле было бы дико интересно понять, что вам интересно. Я могу рассказать вам про историю, интересно ли это вам или нет, я могу рассказать про нее больше, могу рассказать про нее меньше, про историю, в принципе, как малых народов посмотреть, как, что, так и в принципе каких-то там, не знаю, малых групп, еще что-то. Насколько вы хотите это услышать, какой больше информации вам было бы интересно рассказать про какие-то лайфхаки, интересные истории, вкратце рассказать про историю, вообще зачем это, почему, еще что-то. Что вам интереснее всего услышать? Да, просто информацию, я могу рассказать свою личную историю, почему вот все вот это вот, почему вот это вот, почему это, ну, как бы, что это, ну, как бы, понятно, кто это, да, в основном. Могу рассказать об этом, я могу рассказать личную историю, могу рассказать лекцию, могу рассказать какую-то исторические интересные вещи, о них я буду рассказывать, но могу о них рассказать больше. Если кому-то, например, интересно, там, история этнических конфликтов, могу рассказать про этнические конфликты, их было очень много, потому что были национальные репрессии еще до годов Большого Террора, до 1937 года, были проекты латинизации, еще очень-очень много чего. Я не знаю, интересно ли это вам тема, потому что многим, например, тема – это неинтересно. Им больше интересно фестивали, на которые можно попасть. Я могу об этом больше рассказать. Как можно попасть, например, какие есть интересные клевые этнические фестивали, на которые можно поехать. Они обычно проводятся в России, они обычно очень камерные, на них мало съезжается какая-то местная администрация, еще что-то. И там основная фишка в том, чтобы приехать. Обычно малые народные, они такие очень законсервированные люди. Представьте себе, вы приезжаете в деревню, в обычную деревню, там, не знаю, Карелия, Вологда, еще где-то под Вологдой, или вообще Кавказ, ну вот как вы поймете, что здесь живут Випсы, здесь живут Ижоры, здесь живут еще что-то. Ну, собственно, люди-то смешанные, да, кругом ассимиляция и еще много чего. А вот на таких праздниках они появляются, они одевают свои костюмы, и это, между прочим, не всегда реконструкция. Вот, но это вот как бы в целом о теме. Теперь я хочу услышать, что вам было бы интересно. Вот, меня зовут Корчагина Юлия, я... Интересная история. Интересная, интересная. Хорошо, интересно, как вы этим занимаетесь? Почему я этим занимаюсь, окей. Интересно, какие у нас есть малые народности, и что с ним сейчас происходит там. Да, окей. Смотрите, давайте догадимся сразу, ко мне можно обращаться на ты, кому удобно, потому что я не так старая, не так, не знаю, у меня нет каких-то особых званий, еще что-то, я не знаю, рассказывать вам о себе или нет, нужно вам это или нет. Могу рассказать, могу вкратце. И давайте договоримся так, что мы с вами общаемся в формате диалога, потому что я очень не люблю лекции. Вы можете задавать вопросы, которые вам интересны, и которые вам не интересны. Ну и в целом, как бы, давайте лучше пообщаемся, потому что тупо рассказывать мне не очень хочется, и это не очень интересно. Вот, еще какие-то мнения, пожелания, предложения? Есть? Нет? Окей, вам о себе рассказывать? Да. Расскажи. Да? Ладно. В общем, меня зовут Корчагина Юлия, я журналист. Я работала в Гудке, работала в проекте Сетартас, когда еще и Тартас существовал хороший, в общем, ну, когда все это еще было нормальным и прочее, и прочее. Я не буду вам вдаваться в серу медиа, вы, наверное, все и так прекрасно знаете, да, что сейчас происходит, и прочее, и прочее. Вот, последнее место моей работы, это была Русская планета, региональный отдел. После того, как закрылась Русская планета, случилась вся эта известная история с космизмом, ну, собственно, редакция была, редакция была расформирована, так же, как лента, еще много чего. Ну, это вот, это по задаче, да, можно перевести на, можно оставить любую, на самом деле, вещь. Вот, ну, в общем, у меня была, у каждого журналиста обычно есть какая-то тема, есть какая-то проблема, к которой он неравнодушен, есть что-то, что ему нравится, есть что-то, что лежит в основе его профессии, и как бы сложно говорить о том, что, ну, то есть, либо люди определяются сразу, либо они ищут что-то потом. Вот, я была таким, как обычным журналистом-многостаночником, начиная с регионала, заканчивая там какими-то другими изданиями, да, поднимаясь все выше, становишься еще кем-то, но в какой-то момент ты просто устаешь. Да и в принципе, да, в журналистике ты устаешь, и в какой-то момент, когда ее, когда сфера перестает быть той, в которую ты пришел, у тебя начинается период, как у всех людей, кризиса, и дальше определяются какие-то темы. Вот, мне стала интересна тема народов. Я давно к ней шла, я много что о ней знала, я выросла в Вологодской области, недалеко от, а там же, собственно, вся топонимика осталась вепская, да, то есть вот эти вот Усть-Ужна, Вытигра, что там еще, Шексна, ну, и, в общем, там много чего еще, да, и, соответственно, мне эта тема была интересна всегда, а тут вот вдруг как-то возникло, я начала все это изучать, поняла, что в России в принципе нет людей, которые, проектов, которые бы рассказывали о народах как-то интересно, ну, то есть что такое, да, что мы можем видеть там на канале «Моя планета», ну, редкая вещь, например, там, в Гео иногда выходили материалы, в National Geographic, все в основном выходило в формате клюквы, ну, то есть что такое, например, не знаю, те же чукчи, да, это анекдоты, это медлительность, это стереотипы, что на них долго доходит, что такое, там, не знаю, вепсы, это нелюдимость, это язычество, это там еще что-то, да, и таких стереотипов, если мы начнем задумываться, их очень много, вот. Их очень много, и они все разные, они есть по каждому народу, и мне очень хотелось от этих стереотипов избавиться. Так, собственно, появилась идея, почему бы не сделать документальный журналистский проект, а в итоге, наверное, за год, и я просто отправилась, отправилась общаться с народами. Я собрала информацию, общалась, пошла общаться с народами, поняла, что на самом деле эта тема не просто, вот, журналистская, да, и там, ты не просто можешь ее писать, а это на самом деле намного… А я хотела делать большую классную вещь, которая бы не была похожа на то, что делают обычно в этой теме. Ну, и, соответственно, я начала, и вот остановиться не могу, и это превратилось постепенно не в просто какую-то журналистскую тему, а я стала, то есть я отошла от идеи писать про народы, а я стала просто заниматься, ну, можно так сказать, исследованиями разных людей, возникли, потом возникли какие-то отношения, там, не знаю, с фондами, еще с кем-то, с центром, ну, вот сейчас с центром миграции ранха, и постепенно, как бы, эта тема расширяется, и получается, что это такой вот большой пирог, многослойный, который ты, отрезав от которого кусок, ты, как бы, понимаешь, что это всего лишь кусок, это большой-большой-большой темы. Вот, это что касается про меня и про тему, вот, про, смотрите, что вы хотите услышать сначала, я вам могу сначала рассказать про историю, вам, вам всем меня слышно, вы как-то очень, смотрите, я могу рассказать про этапы вообще, которые есть в истории народов, да, то есть, смотрите, есть несколько дат, без которых, например, сложно будет понимать, что происходит сейчас с ними, ну, то есть, есть известные, да, тот же, например, те же 30-е годы, да, это тоже освоение, например, Севера, это 35-й год, когда начинают осваиваться северные регионы, например, там, когда Советский Союз приходит в Якутию, да, и когда, там, получается, что появляется, происходит восстание на Чукотке, происходит, там, да, происходят какие-то освоения севера в плане, там, ивенков, якутов, да, дополнительные, то есть, первый, это, там, 18-й век, казаки, и второй, вот, например, 30-е годы, да, это вот, что касается севера. В других, соответственно, связаны, эти 30-е годы связаны с другими народами, это начало каких-то национальных репрессий в отношении татар, в отношении инерманланских финнов, например, потом, соответственно, это, так, тоже, наверное, проще будет, есть, потом были в 60-е годы, и это борьба с верованиями, и вот, собственно, все вот эти вот даты, они очень сильно сказались на народах, но сначала, прежде чем рассказывать о датах, я вам, наверное, расскажу немножко о народах, да, то есть, смотрите, на одном севере у нас 33 народности, ну, то есть, 33, 33, из них говорит на каких-то своих языках примерно где-то 15-17, все остальные, они либо ассимилировались, либо их осталось очень мало, либо язык пропал, и вот он на уровне, там, 1-2 человек, да, если мы говорим, там, берем северо-запад, то это, если мы берем, например, Ленобласть, то это 4 народности, я говорю сейчас только о коренных, да, я не беру, я не беру такие народности, ну, то есть, я не беру тех, кто, например, переехал, да, то есть, я не беру там чуваши, татар, которые переехали, ассимилировались, то есть, это все-таки большой народ, мы говорим, я говорю столько коренных ну то есть например такие как там орочи коми коми зыря не которые живут ижемские коми ненцы различные да есть лесные ненцы есть еще что то есть это обычно там достаточно много народностей они смешивались и они все ну то есть вот там есть например когда какие-то большие территории и они на этих больших территориях очень часто проживали автономно и тот кто да то есть соответственно там кто-то был кочевым да и поэтому он ассимулировался например быстрее приходил например советская власть да и какие-то какие-то регионы потому что они были труднодоступных местах они ассимилировались меньше и они например до сих пор сохранили свой язык и все это это такая очень очень движимая субстанция ну вот как там не знаю как вот вы взяли переехали там не знаю вы устали вы работали в регионе да то есть вам захотелось чего-то лучше вы поехали в москву здесь наступил кризис вы поехали там не знаю нью-йорк вы поехали еще куда то же самое с народами течение многих лет они кочевали но чаще всего не кочевали не одни кочевали семьями кочевали сообществами до почували еще как-то вот и соответственно это все формировала территории формировала языки формировала влияние вот почему я говорю про такой вот большой многослойный пирог да то есть это пирог как в плане слоев разных то есть это язык это культура это там не знаю работа этнографов это работа исследователей да это и это причем две разные работы потому что работа исследователь например социологов лингвистов это одна а работа этнографов это немножечко другая я сейчас чуть попозже про это подробнее расскажу это очень интересно вот ну и соответственно это все формировалось и это все представляет собой такой вот знаете компот из разных фруктов в котором там есть и одни народы и другие народы и пятые народы вот и все это составляет как бы как как я уже говорил даже такую подвижную субстанцию которая вот до сих пор с ней что-то происходит и будет происходить ну и соответственно все это происходило потом приходят советский союз в какие-то регионы раньше какие-то регионы позже до этого были еще какие-то до этого были другие покорения да то есть если мы говорим про север про ямал про якутию это казаки это 18 век это многие народы стали пропадать тогда ассимилировался кто-то причем как бы в среди казаков тоже произошли ассимиляции есть очень интересная группа в якутии они называются русскоинцы это казаки которые смешались с медным с местным населением якутами якутами юкагирами это якуты чтобы вы понимали якуты они занимаются они не оленеводы они занимаются лошадьми скотоводством а вот юкагир они оленеводы не оленеводы их осталось очень мало их осталось там буквально сотня человек до сих пор и они смешались юкагирами и якутами собственно это монголоидная внешность но они остались русскими остались казаками вот ну то есть как казаки до казаки это очень спорная такая вещь я не будем вдаваться в казачество потому что это отдельная тема это долго и упорно и мучительно и об этом до сих пор спорят вот но соответственно я все-таки ссылаюсь на мнение там современных этнографов здесь и они вот представляют собой такой тоже в маленькую этнографическую группу чтобы вы понимали от нас это большой народ но субэт нас от нас до народ это народ проживающие соответственно на какой-то территории обладающий собственным языком собственными особенностями какими-то бытовыми культурными традициями да а этнографическая группа это часть большого народа ну то есть вот например были эстонцы эстонцы переселились в красную поляну и основали эстасадок в 1866 году после того как оттуда ушли убыхи и и соответственно после после войны их выселили они плыли в турцию и большинство народа просто умерла или ассимилировалась и вот на эту вот территорию потому что территория была благодатная пришли эстонцы основали эстасадок то что теперь красная поляна который сейчас все знают соответственно там же был эстасадок и там они жили со своими традициями со своим эстонским языком с краснодарским диалектом и постепенно в россии эту группу называют краснодарскими эстонцами от нее сейчас практически к сожалению ничего не осталось остался один маленький эстонский музей который работает три раза в неделю последние эстонцы переселились ну многие эстонцы переселились когда был абхазский конфликт а некоторые эстонцы переселились в последний момент когда ну вот началась эта история с олимпиадой и просто как бы машина олимпиады раскатала их во многом под под корень и многие просто переселились и от нас вообще там практически ничего не осталось их и так бы особо не было да то есть они во многом были такой вот это тоже отдельная тема когда некоторые народы начинают пытаться заработать деньги на своей идентичности вот это вот про народы да то есть на севере их 33 на северо-западе их тоже там порядка где-то 15 очень разных и в целом то есть если мы говорим о россии их больше ста но многие говорят 170 вместе с этнографическими группами около 200 но некоторые представляют у себя там 1 2 5 человек есть например замечательный народ вводь если кто-то видел например один раз про них писала один раз про них писал виллэдж по моему питерский виллэдж и они делали большой материал по веб-сам и жоры в воде и там были очень замечательные комментарии у этого материала да ладно что вы гоните какие какие воде их как бы в жизни не бывает вот нет бывает их осталось всего 21 человек в россии и все остальные просто уехали в эстонию вот теперь про народы про годы соответственно есть сейчас я говорю про двадцатый век двадцатые годы двадцатого века это подъем это когда открываются это когда открываются национальные школы ну то есть вот наступил советский союз начинается политика национальных колхозов начинают подниматься какие-то вещи связанные с языком с культурой появляются первые учебники выпускаются на на языке если язык а чаще всего смотрите в чем особенность да народы они говорят на языке но они языком не пишут да то есть чаще всего это язык устный ну то есть зачем нам писать мои венки как бы мы не особо умеем писать да там или мы говорим пусть даже мы ассимилировались но мы говорим на якутском он в принципе как бы письменно ему не очень нужен да то есть многие народы чтобы вы понимали до 30-х годов они не имеют ни письменности не в принципе безграмотные да они говорят на своем и 20-е годы это национальный подъем к 30-м годам начинается к средине 30-х к началу 30-х начинается национальный спад то есть появляется вот эта вот идея всеобщей великой нации да и соответственно начинают арестовывать людей которые писали учебники которые пытались а вот эти годы появляются попытки сделать словари на их язык на их языке да причем это чаще всего латынь была двадцать девятом году появляется проект латинизации так называемый когда тюркские языки прежде всего и арабские языки сначала арабские языки пытаются перевести на латиницу потому что они использовали соответственно арабскую вязь те же там черкесы да использовали арабскую вязь и вообще как бы весь северный кавказ наш он в основном использовал арабскую вязь там ну за исключением только грузии там еще много много каких народности но в целом это как бы арабская вязь чтобы уменьшить это арабское влияние решили ввести проект латинизации потом соответственно тюрки тюркоязычные да потом уже все остальные и проект латинизации коснулся практически всех к середине тридцатых начинается обратный процесс то есть вот в эти вот годы до 20 они начался такой национальный подъем а буквально там прошло там не знаю пять лет семь лет да и начинается даже не семь там буквально там пять лет три года и начинается возвращение обратно до возвращение обратно в кириллицу причем как бы латинизация была идея латинизации еще и русского языка троцкий и ленин по словам троцкого поддерживали проект перевода русского на латынь вот вы обо всем об этом вы можете почитать сами это дико интересно как они все это переводили как они переводили языки как многие народы принуждали писать на латыни хотя у них там его своего языка нет да то есть здесь вот вообще там на латыни и вот ну как бы я я я якут я привык разговаривать на якутском а тут ко мне приходит советские люди говорят мне вот что я сейчас должен переводить свой язык на латыни это очень странно вот это прям очень и очень непонятно хотя это и тридцать пятый год ну там все было попроще но все равно да якут это вот ну предположительно да или я например там ижор вот тут я как бы всю жизнь разговаривал на ижорском а тут вот ко мне приходят и и говорят по латыни ну или там или наоборот только перевели на латыни вроде мы только там у нас появился словарь своего еще что-то а тут вот ко мне снова приходят говорят а теперь ты говоришь на кириллице теперь ты пишешь на кириллице вот причем как бы ленобласть одна из таких смотрите вода и просто расскажу на ее примере потому что на все-таки наверно поближе познакомия вам санкт-петербург наш прекрасный чтобы вы понимали да ну вот предположим это финляндия соответственно вот в этой вот части живут ингерманландские финны то есть просто финны это сейчас их называют ингерманландскими да германландия как и назвали швены вот здесь живут финны и например у них еще до до революции у них останавливаются очень многие очень многие какие-то вельможи останавливается вообще все 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 дворянство все купечество да то есть вот это вот мода когда мы выезжаем в город там не знаю берем дачу и живем там все лето если вы встречали там не знаю фильмах в мемуарах в кино да это вот основном были какие-то финские домики потому что финны всегда ценились они прекрасно ну то есть вот этого содержания да вот кто 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 был финляндии там да или тут тут понимает да вот вот эти вот финские абсолютно абсолютно финская финские дворики и вот собственно то же самое было под питером это гатчина это под 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 гатчиной вот эти все направления но собственно тот же самый зеленогорск да ну недалеко близко и соответственно финны они одни из первых ассимилируются ассимилируются еще в 19 веке вот чтобы вы понимали вообще про процесс ассимиляции затем вот здесь вот живут так называемые работе эжоры это вот кингисеппский район граница они занимаются они продают молоко они работают в городе так как чаще всего например их женщины работают например няньками в питерских семьях санкт-петербургских семьях ну и соответственно мужчины по-русски более-менее говорят ну просто потому что так как они работают да им нужно там или они что-то продают не только молоко молоко продают в основном женщины они соответственно благодаря торговым связям по-русски более-менее говорят мужчины во многом были говорили по-русски все остальные по-русски не говорили но только если я женщина я хочу продать молоко но не всегда женщины продавали молоко вот это вот чтобы вы примерно понимали на формате ленобласти да и вот здесь вот еще жили вепсы вепсы вообще отдельная такая тема потому что вепсы один из тех народов он был достаточно большим проживал на всем северо-западе когда пришли соответственно другие народы да если мы говорим про русских они очень далеко ушли в клубь и поэтому вепсы были такими очень закрытыми и по-другому вы их можете знать по словам чуть весь чухари чухонцы но у чухонцы вообще это общее название во многим во многом то есть это люди которые непонятные люди они в разных лет писях встречаются по-разному вот чтобы вы понимали вот это про немножко профи на угорский мир пример финно-угоров соответственно на примере ленобласти вот все они соответственно пришли из финляндии из эстонии да и ой фу какой финляндии кингисепп это эстония говорю извиняюсь долго я заговорилась финляндия соответственно здесь и здесь не гормолонские финны соответственно вот начинаются в 30-е эти процессы как вы поняли разные народы так как они населяли разные территории и какая тоения какой то территория они были например мертвия же к столице да и занимались например торговыми вещами торговлей и они chúng figuring быстрее а какие то например морить но это же сами да они тоже asimilar а симилировались немножко быстрее а те же например и лекция которые жили далеко или например там те же нефи которые жили на сахалине и там это вообще отдельная тема Потому что они до достаточно большого периода праздновали свой день медведя, резали медведя, пили его кровь, и в общем, все было хорошо. Соответственно, какие-то народы были дальше, какие-то народы были ближе, у всех народов были разные процессы. Но мы всех объединили в 30-е, в которые стали преследовать людей, говорящих не на этом языке, еще до года большого террора. Если мы говорим про негермананских финнов, то это вообще репрессированный народ. Некоторым повезло, некоторые были далеко, поэтому репрессии их не коснулись. Например, такие, как карелы-людики. Смотрите, субэтность карел состоит не просто из карел, как мы все привыкли. Он состоит из трех групп карел. Это карелы, это карелы-ливики и карелы-людики. Карелы-людики – это смесь, некоторые говорят, что это смесь вепсов и карел. Карелы-ливики – это так называемые оланецкие карелы, которые по некоторым источникам смеси с поморами, и другое там еще с одними народами. Соответственно, просто если я буду сейчас вдаваться в подробности, это уходить в огромное количество информации исторической, но я думаю, вам это не очень интересно, кто с кем взаимодействовал. Я просто хочу вам рассказать о том, что мир, мы думаем, что это один этнос, на самом деле это много мелких, и у них у всех свои истории, и у них у всех свои процессы, и мы можем за этим наблюдать даже сейчас. Это 30-е, потом в 30-е они теряют свой язык, многим запрещено говорить на своем языке, потом, соответственно, 40-е, все мы знаем, что было в 40-е, потом 60-е – это новые процессы, это гонения на какие-то группы, да, то есть на этнографов и на группы, которые, на религиозные группы, типа там старообрядцев, тверских карел, еще много чего, и потом, соответственно, Советский Союз рушится, наступают 90-е, и начинается национальный подъем. Вот, начинается национальный подъем, то есть в 90-е все поняли, что Советский Союз закончился, и что они могут говорить на собственном языке, тот, кто сохранился, и тот, кто по-прежнему, например, говорит на собственном языке, какие-то бабушки, дедушки, их стали все тиранить, тыкать в них пальцами и говорят «научи». Начинается национальный подъем, начинается во многом реконструкция, реконструкция костюмов, реконструкция этносов, ну, потому что, как бы, некоторые народы, ну, просто с чистого листа, да, то есть вот, а начинается такая попытка самой идентичности, потому что все эти истории живы, живы в людях, там, да, мою бабушку, там, не знаю, репрессировали, там, или моего прадедушку репрессировали, и теперь я хочу понять, кто я есть, да, то есть кто я, кто я по крови, а я вообще-то, может быть, карел, да, и там есть такие, есть потрясающие процессы, когда, например, мальчики, ну, юные, молодые люди, лет 20-ти, вдруг узнают, что они карелы, уезжают учить язык, уходят вообще там работать в эту сферу, это не один случай, это, я знаю, десятки таких. А где они работают в этой сфере? Смотрите, 90-е, если мы говорим, например, про северо-запад, это поддержка зарубежных фондов, потому что те же, например, эстонцы, они во многом поддерживали, поддерживали свои общины, где бы они ни жили, да, например, есть такой народ Сето, он жил, некоторые называют это этнографической группой эстонцев, он жил, вот, Псково-Печорская земля, ее поделили, и он остался там и здесь, и в 90-е, когда народу было совсем плохо в этих деревнях, им вели квоты, и просто весь народ, он переехал обратно в Эстонию, вот, соответственно, были какие-то фонды, которые во многом, во многом народам помогали, и национальный подъем там начинается не только за счет самоидентичности, да, но и за счет там экспертов, которые приезжают, потому что их долгое время не пускали на эти земли, каких-то лингвистов, еще кого-то, и, соответственно, начинается вливание денег в эту сферу, поэтому работы появляются. Другой вопрос, что происходит сейчас, вот, это, это следующая тема, потому что сейчас опять начинается национальный спад, поскольку все это начинает работать достаточно сложно, и сейчас, соответственно, да, экспертам закрыт вход в эти земли во многом, и начинаются процессы, связанные с обвинением некоторых народов в этносепаратизме, и еще много чего интересно. Вот, но это такие внутренние темы про, соответственно, про фестивали, истории. Есть какие-то вопросы вот на данном этапе, вопросы? Про кого? Айны. Айны? Смотрите, про айнов. Нет, на самом деле я с айнами общалась, я общалась еще с нифхами, я была на Сахалине года три назад. Айны, с айнами вообще очень интересная история, я знаю замечательных людей, раньше они были действительно очень классные, кстати, нет, айнов здесь нет, вот нифхи, нифхи верхние, это еще один народ, живущий на севере Сахалина, айны, соответственно, живут на Камчатке и живут тоже на Сахалине, их немного. И с айнами вообще отдельная тема, потому что там вот такое вот наслоение, да, если мы говорим про то, где они встречаются, они, например, встречаются, если мы говорим про художественную литературу, они впервые встречаются у Чехова в острове Сахалине. Соответственно, айны, это один из самых древних, ну, многие, по многим источникам, это один из народов, составляющих современный японский этнос, хотя при этом было очень много вражды между ними, и японцы в свое время пытались их искоренить, там было много разных процессов по ассимиляции, они очень многие сейчас уехали в Японию. На данный момент существует один человек, который возглавляет ассоциацию айнов и пытается сделать так, чтобы айнов занесли в список малочисленных коренных народов. Что это за список и что он дает? Он дает возможность заниматься их промыслами, то есть это рыба, это рыболовство, это квоты на охоту, это совершенно другие лицензии, это лицензии, которые стоят не столько, это вот лицензии малых коренных народов, это возможность, соответственно, ловить рыбу столько, сколько им нужно, это возможность проживать на собственной территории и возможность заниматься какими-то своими промыслами, что-то делать, что-то продавать, заниматься этнотуризмом. И айнов сейчас, ну, их не внесли в список коренных народов, и долго за это бились люди, я знаю этнографов, которые за это бились, и журналистов, которые эту тему поднимали еще 10 лет назад. И вот, как бы, есть люди, есть народ, который остался, но он себя не идентифицирует как айны. Есть в Японии, ну, то есть большинство из них уехало в Японию, и там они во многом идентифицируют себя как айны. А вот в России есть один человек, который борется за все это, и он пытается сагитировать всех, но агитация у него не получается, и во многом, ну, то есть это, это большая история. Носители языка остались, но там их такой вот малый процент, то есть там буквально 4-10 человек в России, да, если мы говорим о российской территории, это там какие-то... У айнов... У айнов, это в основном ассимиляция в японский. Если мы говорим про русских, которые остались, это ассимиляция и полностью поглощение русского языка. Они пишут на русском, они говорят на русском. Носителя практически не осталось, потому что, смотрите, айны, вообще с халином, да, смотрите, в чем особенность народа. Там всегда владеет история, да, вот если мы посмотрим на территорию, про то, как вот территории передавались, да, и вот, а когда территории передаются, всегда появляются национальные стычки, какие-то этнические конфликты, стычки, и страдает всегда коренной народ, которые там живут, вот, народы, которые там живут. Такая территория, как Сахалин, такая территория, как Курилы, такая территория, как Карельский перешей, да, если мы говорим, такая территория, как вот Финская территория, там вот, ассортовала территория Выборга, они, передаваясь туда-сюда, во многом население, которое находилось там, оно испытывало разное влияние в разное время. Ну вот, представьте, я как говорила, да, приходят, говорят, они говорят, вы будете говорить на одном языке, другие на другом языке, третьи говорят, он приходит, вы будете на третьем языке, а еще же, как бы, есть гонение по верам. На тот момент к христианским православным Карелам отнеслись не очень хорошо, да, поэтому Карелы мигрировали в Тверскую область, на Валдай, они мигрировали в Тихвин, и появились разные группы Карел, и они ассимилировались, есть Валдайские Карелы, есть Тихвинские Карелы, Старобрядцы, есть Тверские Карелы, это все как бы один народ, который мигрировал. Ну, то же самое с Айнами, да, то есть вот территория здесь, территория здесь, от этих они ничего хорошего не получили, от этих они ничего хорошего не получили, как идентифицироваться да то есть от народа ничего не остается кто-то уходит туда бежит да то есть кто-то бежит от войны кто-то бежит потому что там есть работа кто-то у кого-то там родственники туда переехали и получается что в итоге от того что это постоянно постоянный такой вот конфликт и баланс еще что-то от народа и от языка мало что остается и от культуры мало что остается даже если она очень древние даже если это там народ который появился в летописях в письменах очень давно от этого мало что остается если вы появляются такие какие-то конфликты в которых народ страдает вот это правильно и про и в том числе такая же тенденция для них of потому что я общалась не в хами единственный пласт который сохраняется чаще всего сохраняется кулинария то есть сохраняется еда они привыкли есть всегда если я привык есть там вот эту рыбу да и я привык ее эту рыбу есть с прекрасные ягодой под названием клоповка на сахалине растет клоповка это совершенно потрясающая вещь я привозил ее и невозможно нюхать она действительно пахнет клопами но значит полезно ее делают с мясом дело с медвежатиной иногда это строганина с клоповкой это едят вот и этот пласт он такой он сохраняется он достаточно большой он он сложный потому что люди не хотят есть что-то другое и вот кстати плане например там какого-то туризма фестивалей это всегда дико интересно съездить и посмотреть что люди едят как потому что существует очень много всяких малых музей существует люди людей энтузиастов которые собирают этот быт который собирают эти по рецепты которые еще что-то собирают вот есть какие то вопросы вот сейчас вопросы предложения споры еще что-то ну сейчас есть общины смотрите чаще всего у какого-то народа есть община есть так называемый плюс ко всему есть несколько сообществ есть так называемая сейчас ассоциация малых коренных народов севера сибири и дальнего востока есть есть общины которые составляют внутренние есть там различные какие-то финно-угорские форумы еще что-то вообще если мы говорим про малые народы чтобы вы понимали да я малый народ вот я малый народ я живу спокойно своей территории это чаще всего чтобы вы понимали это чаще всего деревня вот я себе живу никого не трогаю но еще малой народ я живу далеко чаще всего от но то есть вот по практик показывает что чаще всего если вы видите какие-то�� hittingали нужно или там или фестивали или там вообще хотите ко real нужно ехать далеко нужно ехать там это вот там если это карелы то это вот не петрозаводск не ищите никогда Карелов-Петрозаводский, вы их никогда не найдете там. Вы можете найти только Карелов, которые приехали на заработки. То есть если вы хотите, например, найти Людиков, то вам нужно ехать в село Михайловское. Если вы хотите ехать за Ливиками и узнать вообще, кто это такие, с чем это едят, еще что-то, нужно ехать в Лонец хотя бы. То же самое с очень многими другими народами. Если вы хотите узнать об Ивенках, вам нужно ехать, страшно сказать, в венкийские национальные поселения Оленек. То есть туда летает самолет два раза в неделю. Это вот такой вот... Что туда летает? Господи, этот... Я забыла, на каком я летала. Ладно, в общем, туда летает маленький самолет и наведа даже кукурузники летом. Билет туда стоит примерно так же, как в Якутске, иногда даже дороже. И вот если вы туда прилетите, прилетите, то обратно вы сможете улететь либо через, там, по-моему, два дня, либо через неделю. Вот. И это как бы... И там и венки. Там вот абсолютно нехоженные территории, когда их спрашиваешь. А к вам вот, ну, как бы, гости приезжали когда-то, да, лингвисты, этнографы. Они такие, ну да, приезжали. В 2008 году. Ну, то есть вот там последний, там кто-то приезжал, что-то там снимал, или там что-то там работали какие-то этнографы. У них есть день для линевода. Вот. Я малый народ. У меня есть своя община. Да. Это какие-то молодые активисты, уехавшие в город, уехавшие еще что-то, ну, сохранившие свои корни, которые периодически приезжают на фестивали, еще где-то общаются. Вот. Например, у этого народа начинаются проблемы. Есть община, которая занимается, но она в основном состоит там из молодых, или из не очень молодых, если молодые уехали, а качать об этом забыли. Например, у него начинаются проблемы. Здесь строят какой-нибудь, там, не знаю, завод, порт, еще что-то. И тогда община активизируется. А таких историй очень много. Если вы помните, в Коммерсанте была история про, про то, как хант застрелил, работников «Газпрома». Сейчас была история с ижимскими коми, которые страдают от разработок нефти. В чем особенность, да? Все эти, чаще всего, эти народы живут на своей территории. Это может быть и Север, и Чукотка, и Якутия, да, и Сахалин тот же самый. Везде идут добыча каких-то либо природных, либо каких-то полезных ископаемых, либо нефти, либо еще чего-то, да, либо золото. И либо, если мы говорим про Северо-Запад, про центр, это какие-то застройки, это гостиницы, это центры, это еще что-то. Понятно, что ареал жизни, если мы живем в деревне, у нас здесь вдруг начинают строить порт, а мы там единственные представители этого народа вообще, не знаю, в мире, в России, еще где-то, да, понятно, если там осталось 20 человек, нам это не нравится. Ну, кому понравится, когда у тебя под носом строят, не знаю, АЭС. Вот. А у них при этом, как бы, есть законы о малых коренных народах, которые, вот, как бы, не работают, но при этом у них есть, там, типа, своя территория, возможность, ну, о том, о чем я говорила, да, рыбалки, охоты и так далее, и тому подобное. Вот. А они начинают этому сопротивляться. Понятно, они все народы, они, вот, ассимилировались, и не все народы стали, не знаю, настолько образованными, настолько подкованными, еще что-то, потому что, ну, есть люди, которые сохранили свой кочевой образ жизни, да, то есть, юкагиры, якуты, ну, понятно, конечно, ты там заходишь, и у них, вот, в этой прекрасной палатке везде макбуки и везде смартфоны, и ездят они больше не на оленях, а, там, не знаю, на машинах, на снегоходах, еще на чем-то, да, и, но при этом коренной образ жизни, он сохранился, они по-прежнему живут в палатке. Вот. И здесь у них начинаются какие-то добычи, начинается какая-то нефть, начинается еще что-то, и активизируют сообщины, я вам потом немножко, наверное, покажу фотографии из разных мест, активизируют сообщины, и они идут либо в Гринпис, либо в Агору, ты приезжаешь туда, там полянка, для меня это было первое такое впечатление, ну, то есть, ты едешь 4 часа, там полянка, на этой полянке танцуют какие-то люди, некоторые говорят по-русски, некоторые не по-русски, туда приезжают, очень много народов, да, то есть, если это эстонский этнос, туда приезжает много эстонцев, ну, то есть, они вот, если мы говорим про северо-запад, если мы говорим про день оленевода, то это, не знаю, самые приехавшие из Норвегии, французы, французские, этнографы прилетевшие, посмотреть на то, как живут кочевники, оленеводы, вот, это, иногда это вообще дико интересно, и один раз я познакомилась с португальцем, который ехал в, сейчас, который ехал в маленькое село на Украине, чтобы исследовать оставшийся последний еврейский маленький этнос, то есть, там, этнографическая группа евреев, она вот там осталась, она там живет, она сохранилась, и с ними ничего не сделали, то есть, как бы, они пережили холокост и все на свете, и вот они остались, и это совершенно потрясающе, потому что иногда ты встречаешь вот на этих вот праздниках абсолютно потрясающих людей, ну, то есть, вы приезжаете вот на этот вот праздник, то есть, там, как вышло, они далеко жили, просто не дошли. Украина? Украина? Не дошли. Ну, на Украине не везде есть места, как бы, она почти вся, но это, если там очень, очень камерное место, а? Их там совсем немного, ну, то есть, вот, как я говорила, иногда этносы бывают составляют 20 человек, ну, вот, например, вот, в России это 21 человек, причем, как бы, их достали журналисты, особенность в том, что, как лет 20 назад про них узнали вообще, что есть такой народ, что они, как бы, вообще есть, да, и что с ними можно что-то сделать, а там бабушки, то есть там бабушки, которые поют водские песни, бабушки, которые носят свои костюмы, я вам сейчас покажу, наверное, будет интереснее, вот, вот, вот я вам сейчас покажу, видите, прекрасные бабушки, вот, в общем, эти прекрасные бабушки, вот это вот синенькое, это жесткий костюм, красненькие, это, красненькие, это волоские костюмы, вот это дети, соответственно, вот, вот, вот это вот, это ингар-манланские финны, вот, соответственно, это их праздник, это праздник в деревне Ручьи, под Питером, это Кингисепский район, там осталось очень много шведской архитектуры, там осталось очень много, там есть финская архитектура, немного, там финнов было мало, вот, и, ну, то есть они так живут камерно очень, это вот полянка возле музея, и там, понятно, что все в основном говорят по-русски, но такая очень, очень небольшая камерность, и особенность в чем, в том, что если вы едете на этот фестиваль, вам нужно просто пообщаться с местными, то есть вы приезжаете, вы просто говорите, что вот вы хотите узнать, и они вам все, если вы только скажете, что вы хотите это узнать, вам часа три будут рассказывать о том, какие у них обряды, заведут в дом, главное не говорите, что вы там, не знаю, журналист, что вы там еще кто-то, потому что они их не любят, о них не любят, о них затерроризировали, каждый раз, когда они вот эти прекрасные бабушки, которые я вам показывала, они пели, они их где-то увидели, а журналист уже как, то есть ты увидел, ты посмотрел, что а вот есть у этого, а пойду я тоже сниму, когда в очередной раз, этнограф, который им звонил, говорил, а спойте, там, не знаю, напеките их пирогов, и там, сделайте еще что-то, Когда на 10-й раз приехал журналист, и они уже бедные и несчастные, 10-й раз запели и 10-й раз испекли пирогов, после этого они сказали, что все, ну, ребят, мы больше не хотим общаться с вами. Поэтому они сами держатся очень автономно. Ну, как бы я живу, да, я никого не трогаю, я просто живу в деревне. Сравните вашу бабушку, да, вот к вашей бабушке постоянно будет кто-то приходить, если она живет в деревне, и говорить о спойном, о испекином пирогов, а вот расскажи про себя. И вот когда ты 10-й раз начинаешь повторять одно и то же, ну, как бы тебе после этого уже не хочется повторять 12 или 15 раз. Но если вы вот просто приходите и интересуетесь, то вам начинают рассказывать вот. То есть какие обряды, какие истории, какие вот там, что происходило, как. Это на самом деле дико интересно, потому что вам могут рассказать про то, какие они пироги делали, про то, как они рыбу на кочерге делали, про то, что у них там еще вот этот вот есть ансамбль, и про то, что они вот еще вас могут туда позвать. Мир, на самом деле, дико интересный. Вот, это германонские финны. Получается, что я, в общем, забыла большую фоншку. Ну, вот, это прекрасные дети, которые поют. Все очень смеются, говорят, что это похоже на фотографию Праскудина-Горского, когда вот его фотографируем в Вологодской области, эту прекрасную девушку с лукошком черники. Ну, вот, да, что-то такое есть. Это вот, ну, абсолютно нормальные девочки, которые живут в Питере, у которых папа уважанин, и он отдал их в клуб местный. И самое смешное, что вот очень многие говорят, типа, вот это реконструкция, вот, типа, да ладно, они, ну, то есть я ехала, я ездила первый раз с фотографами, и ребята-фотографы, они такие первый раз так очень презрительно говорят, да ладно, типа, вот они там, они реконструируют все это, у них, типа, там, ничего интересного нет. А когда они пообщались с людьми, и когда они поняли, что на самом деле это вот там, люди реально сидят и шьют вот это вот сами по старым книжкам, просто потому что они хотят это сохранить, и обо всем об этом еще и рассказывают, то у них как будто поменялось отношение к этому. И оно меняется вообще дико, когда вот ты приезжаешь, ты видишь вот это вот все, и ты начинаешь понимать, что они водят какие-то хороводы, и какие-то, там, не знаю, ходят, у них есть какие-то свои игры, у них есть свои истории, и это на самом деле дико интересно. Если мы говорим про потерянные этносы, истории, я вам обещала интересные истории, например, мои друзья-этнографы, они ездили для Коми-Пермикам. Они ездили для Коми-Пермикам, они приезжают к Коми-Пермикам, и, значит, Коми-Пермикам поют какие-то песни, еще что-то делают, еще что-то рассказывают, а потом ребят им говорят, ну, слушайте, а почему вы, а почему вы говорите на украинском? Ребят, а почему у вас язык похож на украинский? Ну, народ так немножко сознается и говорит, ну, как бы вот у нас, в этой деревне, куда они конкретно приехали, язык не сохранился, к нам приезжают туристы, нам нужно что-то делать. Мы взяли украинский язык, добавили к ним, придумали дополнительные слова, и вот, ну, как бы мы же не можем, мы же типа Коми-Пермики, мы же должны что-то показать, и поэтому мы поем полуукраинские песни и подаем это за Коми-Пермятский. Вот, такое и есть. Есть группа разных старообрядцев, которые кочевали, есть старообрядские общины, например, которые, причем, смотрите, особенность в чем, чем старее старообрядская община, да, то есть, ну, тем, соответственно, если это там 18-й век, 19-й век, тем они открытия, тем они там быстрее готовы вам что-то рассказать, не знаю, взять у вас денег, провести экскурсию, такое тоже бывает, а если они там, например, ну, то есть они не ассимилировались, они, например, кочуют по Енисею, да, вот, по Енисею очень часто там несколько деревень, вот так вот они кочующие, они что-то там торгуют, то, соответственно, они вас никуда не пустят, они вам ничего не покажут, и вообще лучше их, от них отходить дальше. Вот, еще по интересным историям, что вы хотите еще узнать, не знаю, спрашивайте, я могу много что интересного рассказать, не могу рассказать об этом бесконечно, я просто не знаю, что вам интересно, вы спрашивайте, я вам расскажу. Я бы хотел узнать, какое прождающее самую целую месту, какое есть, наоборот, смотрите, праздники, пироги, праздники, праздник будет сегодня у нас 21-е, так, ближайший праздник будет в Подтихвенном, это Тихвинские Карелы, деревня, ох, мамочки, это Тихвинские Карелы, сейчас, я могу в конце сказать, какая деревня, потому что я сейчас посмотрю, и, наверное, в конце вечера вам скажу, точно какая деревня, по празднику 30-го числа, вот, вепскую, на которую я не попала, и в этом году специально ехала на вепсок праздник, я приезжаю, там есть село Шалтозера, известное, а вепсов на самом деле в Карелии осталось мало, вот, единственная такая хорошая вепская община, это Вологодская область, туда ходит автобус раз в неделю, а если ты туда один раз в неделю уехал, ты обратно приедешь только через неделю, вот, там есть вепское национальное поселение, потому что вот вепсы, которые в деревне Пондала, которых нет ни на одной карте, там есть, на гугл-картах их нет, там есть музей этнографический, который собирали сами люди, и, вот, собственно, и осталось поселение, и они там говорят на вепском языке, и есть вот село Шалтозера, куда приедут всякие коллективы, еще что-то, он будет 30 июля в селе Шалтозера, вот, если вы хотите туда попасть, он будет за 12 часов, это 3 часа езды от Петрозаводска по жуткой дороге, вот, но он находится, ну, поселок находится на трассе, там огромный такой вот деревянный дом-музей, этнографический центр, причем у них есть даже возможность поселиться у местных, узнать про все, и там поесть пирогов, и еще что-то, но, правда, этот культурный этнографический центр, он не всегда работает. Водский музей, это деревня Лужицы, это 2-3 часа езды, в общем, смотрите, все особенности в том, что почти все народы в Питере, они жил под Кингисеппо, вот, подоезжайте до Кингисеппо, и дальше, соответственно, деревня Котлы, деревня Ручьи, это вот, ну, собственно, вот деревня Ручьи, это Ижорский музей, и вы можете туда приехать, там есть абсолютно замечательные, сейчас, там есть абсолютно замечательные люди, тоже очень прекрасные женщины, вот одна из них, сейчас, птичка, абсолютно прекрасные женщины, одна из них, ну, собственно, вот это вот создала Водский музей свой, это директ монастырки, и к ней можно приехать, она вам все расскажет, она вас накормит пирогами, она вас поводит к музею, ну, то есть они такие очень, очень простые, очень общительные, очень интересные, если вы хотите, там, чего-то север-естественного, можете съездить на Сахалин, доехать до севера Сахалина, и там пообщаться с Невхоми, это тоже дико интересно, у них есть, например, Медвежий день, они до сих пор его празднуют, если вы хотите, гипер-мега, не знаю, ну, если вы хотите чего-то интересного, да, вы можете съездить, например, на День оленеводов, это 21 марта, это хоть Ямал, хоть Якутия, это тоже совершенно потрясающе, потому что для них это праздник, ну, то есть смотрите, все народы, о которых мы сейчас говорим, они, еще такая очень интересная фишка, это называется, ну, то есть, если говорить это официальным языком, это называется простонародное православие, то есть это когда у них сохраняются языческие верования, и когда у них сохраняется, ну, то есть у них сохраняется православие, и при этом у них остаются языческие верования, то есть если это вепсы, то это вера в воду, в деревья, еще что-то, очень много, например, в Вологодской области есть деревень с названием пьяны, почему, не потому что там все там живут алкоголики, да, там, или люди, которые любят злоупотреблять алкоголем, а просто особенность в том, что они строят дома к лесу и к воде, и получается, что у вас стоит улица, и она стоит не, ну, то есть как мы обычно привыкли, да, вот мы бежаем в деревню, там, неважно кому, там, к тетик, к дядю, к бабушке, к дедушке, и вот у нас есть улица, и дома стоят вот окнами друг к другу, да, здесь каждый дом стоит по-разному, и появляется ощущение, как будто деревня, как будто дома напились, поэтому как бы улица пьяная, деревня пьяная, вот, можно съездить, соответственно, все это вообще очень легко находится, например, в Карелии есть целый, можно вбить, там, я не знаю, народы Карелии, еще что-то, у них есть целая программа культурных центров в разных селах, когда вы можете, там, почти за бесценок жить, в каких-то домах, вы можете приехать тоже в село Михайловское, вам все расскажут, у них есть, там, люди, которые говорят на этом языке, люди, которые сохранили, они тоже далеко, есть каком-нибудь пермянские деревни на Урале, там, три часа езды от Перми, в которых тоже люди говорят на их языке, в котором тоже можно приехать, это все можно посмотреть, ну, то есть, ты просто, ну, если ты не знаешь, алгоритм действий простой, ты понимаешь, какой народ тебе интересен, да, и куда ты хочешь поехать, ты вбиваешь, ты смотришь, выходят какие-то деревни, если у них есть какой-то культурный центр, ты можешь им звонить, ты набираешь их праздник, да, если у них есть какие-то праздники, ты можешь поехать на праздник, и там тебе, собственно, вот, ты сразу праздник получаешь, и еще особенность в том, что у них чаще всего не поет Дима Билан, вот это вот такая хорошая особенность, у них не поет Дима Билан, у них чаще всего играют на каких-то местных музыкальных инструментах, совершенно потрясающая атмосфера, потому что там туда же приезжают какие-то местные, играют еще на чем, да еще на чем, ты понимаешь, я в свое время дико не любила, мои двоюродные братья, они танцевали в балете народных, двоюродные, они танцевали в балете народных танцев, и для меня вот это вот все, все простонародное, да, всегда ассоциировалось с матрешками, водкой, медведями, народными танцами, вот этим вот всем, я это дико не любила, пока не начала заниматься вот этих вот. То есть все вот эти вот узоры, сарафаны. Мне всегда казалось, боже мой, какое старье. Ну, то есть это вот только в музее. На самом деле, когда начинаешь этим заниматься, начинаешь в это погружаться, ты понимаешь, что нифига не старье, что это все дико интересно, и оно все живо. То есть оно все живо, и оно живо по-другому. И те же самые там танцы, то есть ты приезжаешь к ним, и у них это не просто танцы, которые мы видим, там, не знаю, на празднике, которые оплачивают местные администрации, да, или там на этих фестивалях, господи упаси, на больших площадях, там, да, или на Маяковской, или там еще где-то. Это другое. Это другое, это очень камерно. Там почти нет каких-то людей левых. Это всегда очень хорошо, потому что там, ну, вот как бы, ну, сообщество, ну, там, ну, 100 человек. Все в основном свои. Все вот там приехали из деревень, все друг друга знают. Вот. И, ну, может быть, там, два журналиста приехали из местных изданий. Ну, фотограф. Если появился фотограф, который появился с профессиональным фотоаппаратом, да, то есть там еще со вспышками, еще с какими-то камерами, это уже как бы достижение. Вот. Чаще всего этого нет. И они такие, они очень приветливые, они очень интересные, куча всяких. Вот тот, кому интересен хендмейт, да, кто любит набирать подарки, друзьям, еще что-то. Вот на этих вот праздниках можно найти огромное количество всяких штук, очень задешево. И можно, не знаю, задарить всех своих знакомых. Ну, вот серьезно, у меня было так. Я в свое время просто начинала, когда я начинала большой журналистский проект, я думала, типа, это будет большой журналистский проект, я начинала проект, процесс краудфандинга, это отдельная тема. Я накупила всяких местных вещей у местных бабушек. Половину они мне надарили вот так вот, просто, да, то есть, потому что узнаю, что ты интересуешься, как они только узнают, что ты интересуешься, начинается вот безумный поток информации и приглашение на пироги и еще что-то в этом роде. И я очень долго раздаривала потом эти подарки, ну, раздаривала эти штуки, они какие-то безумно потрясающие, потому что они все это делают, ну, то есть, они все это делают сами, они все это делают, там, как их делали бабушки, там, еще что-то, понятно, что-то там не сохранилось, что-то не сохранилось, но многие традиции сохранились. То есть, я когда, например, приехала в Якутию, увидела, что они приносят жертву огню по-прежнему, ну, то есть, вот стоят две молодые журналистки. 30 и 35 лет мы едем, мы едем в Якутию, ну, то есть, в Якутию, мы едем по Якутии, мы едем вот из Венского поселка в Якутске, машина останавливается, застряла на реке, ну, то есть, дорога по реке, по леднику, по зимнику. Они останавливаются, говорят, нужно принести, типа, жертву, реально, вот серьезно, ни в коем разе не смеюсь, ничего, действительно так и было. Для меня само это было удивлением. Они выходят, они ходят с оладушками постоянно. Они выходят и кладут по три оладушку с каждой стороны машины. Это вот на дорожку. И они говорят, вот когда мы, типа, берем, когда мы куда-то едем, ну, например, там, не знаю, в Якутск или в Ленск, или там в Красноярск на машине, если мы едем по зимнику, мы берем с собой много оладий. И вот через каждые, там, не знаю, 50 километров мы кладем оладий. Серьезно. И когда-то спрашиваю, когда это началось? Они говорят, в 90-е. Вот в 90-е снова начался этот подъем, снова все говорили на своем языке, пытаются выучить язык, еще что-то делают. То есть по-прежнему все... У них по-прежнему ударят на день рождения белого оленя и на свадьбу. Ничего не поменялось, много лет прошло. У них стоят церкви, они в них не ходят. Они не празднуют Пасху. У них есть единственный праздник – день или невода. И все. Они не празднуют Пасху, они по-прежнему изучники. Когда их спрашиваешь, почему, и остались ли у вас... Ну, то есть все же любят вот этих вот шаманов, еще что-то. Шаманов нет. Шаманы все умерли. Есть бабушки-целительницы, и как они называются? У нас есть экстрасенсы, да, просто. Народ прошарен, и как бы очень многие... Я могу сейчас показать Якутию, раз начну про него говорить. Сейчас. Вот, они очень многие прошарены, и... Ну, то есть, например... Так, чтобы вы понимали. Это вот. Это якутская школа. Такой вагончик. Ну, собственно, это якутские дети. Дети играют в Counter-Strike. На переменки. Ну, то есть, особенность в том, что у них стоят солнечные батареи, и весь вообще кочевой лагерь у них спутниковые телефоны, у них солнечные батареи, у них работают на солнечной батарее, у них были генераторы. В 2002 году они жили при свечах и учились в палатке. Сейчас я вам покажу палатку, чтобы вы понимали, о чем я буду говорить. Вот, соответственно. Ну, это вот... Это так называемая... Это чумработница. Это чумработница. Она готовит вот на такой вот буржуйке. То есть, она поднимается в 5 утра, готовит на буржуйке, шьет вот эту вот их одежду. То есть, вот, ну, мальчики, например, можно посмотреть. Вот эта одежда, эта куртка, это там все, ну, все, все, как носили бабушки, дедушки, все как учукчи, да, унты. Вот это вот все. Все это шьется, шьется по-прежнему руками или заказывается у мистериц. Все это стоит очень дорого. И все это с украшениями совсем. Ну, то есть, это не поменялось. Она кормит детей, дровами топит печь, готовит вот это безумное немыслимое количество. Мужчины по-прежнему так же ходят пасти оленей. Она... У них есть... Ну, вот, например... Ну, вот, собственно, да. Это палатка. Это палатка. Вот это шкуры. Спят они на шкурах. Вот это печь, которую она готовит. Спят они на шкурах. Спят точно так же, если эта семья, она отгораживается там какой-то занавеской. Спят все вместе. Печь топят по-черному. К утру становится холодно. Ну, то есть, это ничего не меняется. Дети до 2011 года учились в палатке. У них было 30 минут. Перемена 10 минут. Снова урок 30 минут. Урок, посвященный оленеводам. Это программа кочевых школ, которых в России есть. В основном только в Якутии. Работают они в Якутии. Вот. То есть, вот это дрова. Да, то есть, вот такие вот. Это дети. Обычные дети. Обычные дети, которые мечтают быть поварами. Которые хотят уехать в Китай. Которые при этом любят свой оленек. Ну, вот, собственно, это игрушки в кочевой школе. Игрушки из костей. Из костей оленя. Они по-прежнему не выкидывают оленя вообще. Ну, то есть, они как бы... Олени едят. Они по-прежнему... Олени кровью смазывают вход в дом, чтобы отпугнуть злых духов. Они по-прежнему возят везде конские хвосты. Ну, вот, собственно, да. Дети, урок и ноутбуки. Два ноутбука школьные. Остальные все местные. Ну, то есть, остальные у всех, у всех семей есть ноутбуки. У всей семьи есть какие-то гаджеты. Что-то есть, путниковые телефоны. Но при этом, вот, у них есть обряд очищения, так называемый, чичипкам. У них на свадьбу проходят, например, через чичипкам. Это значит, что это, вот, процесс освещения, потом кормление огня оладьями. Вот. И они делают, по-моему, оладья они пекут в несмертных количествах. Совершенно. И вот, это, вот, например, национальный костюм. Это, вот, у них след куропатки. То есть, вот такой вот. У нее, это, вот, их национальный костюм, который они тоже сами шьют. У них там есть бабушки, которые это делают. Женщины по-прежнему всем этим занимаются много лет. И они, ну, то есть, они это мало куда-то продают. Они это делают для себя. Вот. Они делают это для того, чтобы раз в год покрасоваться на праздники, собственно говоря, на праздники оленеводов. Чтобы показать себя. Потому что приедут гости, и гости приедут разные, и нужно себя показать. Вот. И вот представьте себе, вот это вот, вот это вот все они вышивают долго и упорно. То есть, это все бисер, это вот, это ручная работа. Это все ручная работа для того, чтобы один раз в год показать себя на праздники. Вот. А так они ходят, ну, в обычной одежде. И в целом они выглядят, ну, как обычные люди, да. Просто вот сохраняется готовка. При этом, понятно, что у них огромная проблема у всех северных народов с алкоголем. У них действительно закрываются рано, рано закрываются магазины, пытаются с этим что-то сделать. Борются с бизнесменами, которые гонят самогон. Но они спасают, они действительно спиваются. Очень сложно, очень сложные процессы. Они открыли религию, тут центр реабилитации для семей, для детей. Ну, представьте себе, да, маленький венкийский поселок, 4 тысячи человек. Ой, фу, венкийский поселок. На венкийское поселение 4 тысячи человек, 4 поселка разных. Разных. Желинда, Оленек, Харьялах, 4 не помню. На расстоянии, некоторые из них на расстоянии 2-3 дней пути. Деревянные дома. Во многих печное отопление. Нет баня. Ну, то есть нет каких-то особых условий, да. И при этом вдруг ни с того ни с сего. Но это вот очень интересно. Они строят центр реабилитации для детей, центра реабилитации для инвалидов. Они делают какой-то свой патриотический центр. Будете смеяться, патриотический центр для того, чтобы возобновить любовь к оленеводству. И чтобы детей замотивировать дальше становиться оленеводами. И вот это вот дикое поклонение оленю. И это вот такое вот понимание того, что если вот сейчас олень не станет, то есть нас как народу не станет. И на самом деле такого много. Вот у маленьких каких-то. И это очень разные истории, да. Чтобы вы понимали, каждый народ, это очень разные истории. Если мы говорим, я не знаю, про коряков, то коряки вообще резко отличаются. Ну, то есть нам кажется, что все северные народы, если они похожи, да, то вот что типа они все похожи, потому что у них у всех узкие глаза, там еще что-то. И у них всех похожие языки, нет. Коряки, например, очень воинственные. И венки очень дружелюбные. Венки очень дружелюбные. У них такой... Они спокойно там принимают власть. Они вообще такие очень спокойные, простые люди. Коряки, например, в свое время, когда к ним приходила советская власть, они бастовали. Они вообще такие очень воинственные люди. И чукчи тоже достаточно воинственные по сравнению с ивянками. А якуты совершенно другие. Когда ты начнешь погружаться, ты начнешь понимать, что этот характер людей отличается от этого характера, этот характер от этого характера. Действительно, ну, например, те же финны, они отличаются от жорда, которые, казалось бы, рядом живут. И когда ты приходишь, ты погружаешься в культуру, ты смотришь «Ого!». Ну, то есть вот люди совершенно разные. Вот, из... Ну, еще из интересного... Сейчас... Сейчас я вспомню что-нибудь такое еще. Что же еще такое-то рассказать? Ну, например, очень многие, особенно оленеводческие какие-то семьи, они борются сейчас за тем, чтобы попытаться как-то простроить систему, например, там, сдачи рогов, чтобы там у местных были какие-то, какие-то, например... Ну, то есть, опять-таки, смотрите, процессы очень разные. Да, если мы говорим про Хакасию, у них, например, есть шаман, у них остались шаманы, у якутов остались шаманы, в Хакасии остались шаманы. И у них есть, например, шаман, который ходит, везде находит языческие камни и делает там музеи. Потом привлекает туда туристов, и местные периодически у них появляется какая-то занятость, они перестают пить. Он приходит, находит языческий камень, говорит, что, ну, вот здесь будет там, не знаю, здесь будет там вот эта вот какая-то заповедная зона, и начинают как-то что-то разрабатывать. У него, соответственно, к нему обращаются разные люди из разных инстанций, да, у него есть знакомства, к нему обращаются разные местные власти. И поэтому у него есть статус, у него есть возможность, что-то сделали людей. И здесь вообще очень такой, в этом смысле, работа с народами, какая-то этническая история, да, этнические вообще темы, они всегда очень сильно подвязаны на тех, кто этим занимается. Есть этнографы, которые спасают, есть этнографы, которые зарабатывают деньги, есть, там, не знаю, люди, которые пытаются на этом отмыть деньги, потому что есть куча всяких национальных фестивалей, когда приезжаешь, ну, то есть есть куча всяких этнофорумов, да, или там куча туристических форумов, на которые говорят, давайте развивать этнотуризм. Давайте развивать этнотуризм. При этом этнотуризм не развивается, и в России, как такового вот этнотуризма, чтобы ты приехал, взял тур, тебе рассказывали про то, что, что действительно происходит, вот, если, конечно, я даже, ну, если, конечно, я решусь, я это сделаю, то он будет, но, как бы, вряд ли, ну, не знаю, в общем. И такого нет. То есть вот элементарно просто самим взять, поехать и пообщаться, и посмотреть, и узнать, да, и вам рассказывают действительно, что происходит, что народы вымирают, что происходят процессы, связанные с политическими движениями, процессы, связанные с тем, что пытаются отжать землю, пытаются из последних сил, там, не знаю, удерживать, там, эти угодья, или там, что народы спеваются. Но при этом на фоне всего этого у них есть своя культура, свой язык, свои традиции, которые тоже можно посмотреть. Они живы, они никуда не делись, они не умерли, они не превратились в балалайки, в медведей и водку. И это все, оно такое очень интересное. Это вот, как я говорила про пирог, это вот такой вот пирог. И в каждой деревне, в каждом регионе по-разному. И вот, собственно, этот прекрасный шаман, он меняет, ну, грубо говоря, инфраструктуру Хакасии и спасает людей от дикого пьянства. Да, например, там, те же самые, ну, то есть, смотрите, есть, например, Алтайский край, да, и есть этнос-алтайцы, на которых там выделяются дотации, еще что-то, еще что-то. И вот, и молтать, и совершенно по-другому живут, чем, например, живущие рядом кумандинцы. Или там, живущие рядом шорцы. Это все отдельные народы. И, правда, у кумандинцев языка мало осталось. Ну, язык почти умер, но традиции живые. И это все, как бы, оно все, вот, чаще всего народу стелился либо по берегам рек, либо совсем далеко. И это очень интересно, когда, например, ты плывешь по реке, то ты встречаешь одни за другими поселки, где вот рядом будет совершенно другая культура. То есть, вот рядом живет один народ, рядом другой народ, рядом третий народ, да, и культура во всех этих местах, она будет различаться. Хотя, понятно, что процессы ассимиляционные, они происходят. Но какие-то процессы, например, там, вот, последний раз я общалась с прекрасной девушкой, как раз в село Михайловска, буквально неделю назад, в Петрозаводске. Я умудрилась найти в Петрозаводске корелов. Ну, у меня это вообще отдельная история. Я, например, еду на машине, беру на блаблакаре, ну, подсаживаюсь на блаблакаре на какую-то машину, и я, значит, собственно, общаюсь с юношей до, там, не знаю, до возраста 30 лет, плохо говорила, там, не знаю, по-русски, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Так получается. Потом, я не знаю, я останавливаюсь в гостинице и случайно, значит, общаюсь, начинаю общаться с девушкой, и оказывается, что она из корелов-людиков. И она мне начинает рассказывать, а у нее действительно, то есть, внешность, все, и она мне начинает рассказывать, что она была замужем три раза, и все три раза она, вот, была замужем за корелами. И потом ты начинаешь общаться еще с корелами, ты что, ты понимаешь, что у них вот есть такое внеглазное правило, они действительно женятся на корелах. Не потому, что они хотят сохранить там свой атмос, там, или еще что-то, да, как, например, там, у крымских татар. У них там действительно есть такое внеглазное правило, ну, то есть, если ты там женишься не на своем, не на своем народе, тебе никто ничего не скажет, ну, в целом, как бы, такое внеглазное правило, жениться на своих. И вот она была три раза замужем, три раза замужем она была за корелами. И такое встречается, как бы, повсеместно. И встречается это чаще всего не потому, что, да, вот, там, люди именно хотят что-то поменять или что-то сохранить или еще что-то, а просто потому, что, ну, вот, это их культурная традиция, они привыкли, да, и поэтому, как бы, с теми, кто думает так же, как они, общается так же, как они, им проще. Вот. Но это касается не всех народов. Я вот конкретно встречала много таких случаев, и каждый раз это какие-то новые интересные истории. Спрашивайте что-нибудь, если вы еще не устали. Нет вопросов, пожеланий, предложений. Но скажи, вот, дети этих народов, как они вас ощущаются? Игруются, насколько они нас... Еще раз, можно чуть-чуть погромче. Игруются, насколько они чувствуются, актуальцы, цвет народности. Дети, да. Дети – это очень интересная тема, потому что есть так называемая программа качевых школ, вот, о которой я говорила. Это качевая школа, которая работает, это дети оленеводов, которые учатся на оленеводов, которым всем говорят, преподают через оленеводов, в общем, все хорошо, у них все хорошо, они, как бы, сохраняют, пытаются сохранить свой атмос, да. Во многих местах это интернаты, ну, потому что чаще всего дети же живут далеко, это система интернатов, где... Ну, хорошо, если есть, например, там, какая-то продвинутая школа коренных народов, или, там, арктический институт, или, там, еще что-то, да, где учат, где собираются такие же, как они, есть такие проекты, есть такие школы, а чаще всего это просто интернат, где дети забывают свой язык, где дети забывают свою культуру, ну, а куда ты будешь возвращаться в деревню, где ты никому не нужен, где ты будешь работать, там, не знаю, лениводам, еще что-то, но ленивод неблагодарная профессия совершенно. И они, например, даже пытаются... Почему не запустили патриотическую программу? Это так странно звучит сейчас, но они запустили патриотическую программу не только потому, чтобы поднять, призвать детей в лениводство, но и для того, чтобы лениводство просто перестало быть таким вот... Это стало такой вот... не очень хорошим сравнением, что ли, даже в школе, там, вот, на уровне детей. Если ты мечтал быть лениводом, то, как бы, на тебе можно было поставить крест. То же самое, что, не знаю, у нас мечтал быть слесарем, так и у них ленивод. Вот. И, соответственно, интернат. Да, дети приходят, дети учатся, дети забывают язык, и... все просто, они вырастают, вот это поколение, которому... Ну, то есть чаще всего надо жаловать на то, на что? На то, что вот лет до 16, а ребенок, как бы, он может там что-то принимать участие в каких-то фестивалях, коллективах, да, если он там даже живет в городе, его могут привозить родители. Потом начинается активный пик, это вот, там, не знаю, с 18 до 35, чаще всего, когда там дети, свадьбы, клубы, работы, жизнь, амбиции, еще что-то. А потом лет 40 они опять возвращаются, ну, то есть, очень-очень многие, кстати, действительно возвращаются к своим корням. Это очень забавно. Например, там, аины уезжают в Японию, оставляют в своей, там, не знаю, деревне, поселении, дом и приезжают на выходные. Эстонцы приезжают на выходные, ижорские, да, уехали в Эстонию, остался дом, там, не знаю, в Вепсе уезжают в Корею, уезжают в Финляндию, оставляют, не знаю, дом в Виннице. Уходят на пенсию, приезжают домой, возвращаются к корням. Поэтому, вот, какой-то вот такой вот актив народный составляет в основном либо дети, либо бабушки. Вот этого молодого поколения его нет. Но его нет, как бы, по очень простым причинам, да, экономическим, социальным. как бы, народы, это такая же, так, так, такие же люди, да, как мы. Это, это вот просто, как бы, их показывают, так, да, еще, наверное, немножко покажу. Их во многом показывают, так, во многом говорят что-то, ну, вот, вот, например, не знаю, прекрасный олень. Это, вот это вот все, оно не просто, там, для того, чтобы, олени, для того, чтобы, там, олень был красив. Нет, вот эти вот, забыла, как называются, бисерные штуки. Ну, в общем, они отпугивают насекомых, когда олень идет. А, само вот это украшение иногда смазывают чем-то, чтобы отпугнуть, там, оленя, еще что-то, ну, чтобы отпугнуть с луськом, например, да, если мы говорим про, например, что же вам еще такое показать, если мы говорим про какие-то другие народы, ну, вот, например, мы возьмем элементарное, сейчас я вам расскажу, на примере другой страны, как можно интересную, чайную, обычную турецкую чайную, стамбульскую, как можно, например, поехать в какой-то другой город, наверное, последнюю историю, как можно поехать в какой-то другой город и открыть его для себя заново. Я в свое время строила замечательную концепцию этнических экскурсий для нескольких русских городов. То есть, как посмотреть, если, что сделать, если, например, на историю посмотреть не с точки зрения, да, вот вы привыкли, точнее, мы не привыкли ходить на неинтересные экскурсии, мы от них устали, есть, конечно, там, в Москве и Питере интересные экскурсии, но чаще всего регионов интересных экскурсий нет. Вот, и как можно, например, сконструировать самому себе экскурсию, если приехать в какой-то город и посмотреть на него с эргической стороны, это всегда, чаще всего, будет дико интересная история, потому что в том же Стамбуле, вот это, кстати, эта чайная, которую я вам рекомендовала, она курдская, но это курды. Это курды, которые ассимилировались в Стамбуле, это обычная курдская чайная, где могут говорить о политике, там собираются курды, и вообще такое курдское интересное сообщество. Соответственно, мы же знаем только историю про армян и турков, про геноцид, про греков, еще что-то, а на самом деле в том же Стамбуле проживает огромное количество разных народов, и если мы в Стамбул будем ходить вот с этой вот технической картой, вот там на самом деле есть, например, два сообщества цыган. Одни приехали в 14 веке, ассимилировались, занимаются советским хозяйством, прям вот, почти в центре, почти в центре Стамбула, и у них там покупают картошечку, лучок, там еще что-то, ну, в общем, туристы местные, и они живут как раз под всеми этими большими достопримечательностями, типа, и Софии, и так далее. есть, например, район цыганский, цыган, переехавший в 19 веке, и он переводится на русский как «я вам не улыбаюсь», он находится, он такой типичный цыганский район, то есть с картами, с чуть ли не с конями, с наркотиками, ворами, и еще что-то, ну, я вам не улыбаюсь, он находится на Ускударе, и вот это вот понимание того, что можно сейчас пройти там по старому еврейскому району, потом, и там все это сохранилось, можно зайти там в синагогу, которая сейчас, правда, не работает, или я в нее просто не попала, ну, вот, можно найти в синагогу, потом можно перейти в греческие районы, найти там остатки греческих храмов, да, а потом можно зайти, например, в цыганские районы и узнать, как они живут, или, например, а потом зайти в армянский квартал, которых тоже много, и они спокойно живут в Стамбуле, например, вот, потому что вот эти вот все изменения, когда ты находишь сам, там, не знаю, рынок, цыганский рынок, понимаешь, как он отличается от цыганского рынка в другом районе, просто потому что народ раньше переехал, это все такие детали, которые складывают общую картинку города, ты понимаешь, насколько она интересная, насколько там, вот, например, да, есть город Одесса, есть город Таганрог, и там, и там евреи, и там, и там греки, только в одном греке, греки, собственно, руководили городом, в другом евреи, и везде была немножко разная экономическая предпосылка, сначала построили Таганрог, потом построили Одессу, в одном городе на первом месте были греки, и греки работали, греки руководили городом, и евреев было меньше, и они занимались разными экономическими вопросами, одни продавали хлеб, другие занимались заводами, а в Одессе все продавали хлеб, потому что, да, свободная торговая зона, свободная экономическая зона, получилось так, что первое, например, и получилось так, что в Таганроге, который греческий, да, руководили греки, ну, не только греческий, понятно, что я говорю про русских, я просто не учитываю, я просто говорю про другие этносы, понятно, что русских там было преобладающее большинство, но в целом, как бы, греки и евреи там и тут, но при этом здесь, в Таганроге, ни одного греческого погрома за все время, и это единственный город в черте войск Донского, где их не было, Одесса, первый город, где греческие погромы начались намного раньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова